1883 год. В Ирбите при поддержке земства в стенах уездного трехклассного училища открывается передвижной педагогический музей. Так, 135 лет назад началась история одного из старейших и самых интересных музеев Среднего Урала – Ирбитского историко-этнографического. Под занавес рабочей недели музейщики пригласили к себе друзей, чтобы в теплой дружеской атмосфере отметить свой юбилей. К сожалению, может быть, сейчас в последнее время не всегда попадают к нам музеи. Больше всего идут музеи мотоциклов, это музей народного быта и проходят мимо. И потом они удивляются, оказывается, такой еще музей есть, но они не побывали там. И удивление и сожаление гостей города по тем или иным причинам не попавших в историко-этнографический музей понять можно. Более 23 тысяч экспонатов, каждый из которых – подлинный свидетель своей эпохи. И хотя нет сведений о том, сохранились ли в запасниках музея вещи из той самой первой коллекции, многие экспонаты музея сегодня гораздо старше своего хранилища. Вот эти мансийские, они, да, они относятся к дореволюционному периоду, но сказать, что они были именно самыми первыми, наверное, трудно. Но тем не менее, они вот одни из таких, одни из таких. Потому что остальные, они пришли позднее, хотя у них возраст и больше, но они поступили в музей позднее. Потому что есть иконы, которым за 200 с лишним лет, есть, допустим, тот же Восток, фарфор и все остальное, тоже им не меньше, а то и больше лет, но это уже более позднее. И в день празднования юбилея все это богатство было передано в новые руки. На торжественной, пусть пока и скромной церемонии, ключ главного хранителя истории города получил Илья Николаев. Я хочу передать вот этот ключ главного хранителя в надежные руки этому молодому человеку. Вы знаете, это человек, который, вот я уверена, что он продолжит мое дело. Ведь у нас в музее семь хранилищ, еще одно зал открытого хранения. Все нужно систематизировать, все внести в государственный каталог. Так что, Илья Рометович, ключ главный, надежный в наши руки. А значит, история города в молодых и надежных руках, и это важно. Ведь сегодня музей – это не просто хранилище старины. Сегодня он буквально обязан развиваться и жить в одном темпе с городом. И наш историк этнографический с этой задачей успешно справляется. Здесь во многом еще, конечно, зависит и вклад большой коллектива. Потому что, в принципе, многие вещи, по сути дела, мы делаем, как в советское время, методом субботников. Что сами, сами, сами. Юлия Берсенева, Лариса Воложанина, Евгений Присижнюк, Александр Свяжин, НТС «Ирбит». Субтитры создавал DimaTorzok